МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас имеет право выбирать поликлинику и лечащего врача. Эти права закреплены в 21-й статье федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Это право предоставляется нам по закону. Что касается жителей Сарова, то наш город устроен достаточно компактно. У нас единственная медицинская организация, которая работает в системе обязательного медицинского страхования, это клиническая больница 50. И исторически сложилось так, что она обслуживает все население нашего города, если речь идет о взрослых гражданах, по производственно-территориальному признаку. То есть сотрудники Федерального ядерного центра обслуживаются в поликлинике номер 2, а все остальные саровчане прикреплены условно к поликлинике номер 1. Поэтому для нас, саровчан, вот это право выбора, медицинская организация не совсем приемлемо по жизни. Когда мы говорим о праве выбора медицинской организации, мы прежде всего рассматриваем это право для жителей открытых территорий. Порядок выбора пациентам поликлиники при оказании ему помощи в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания граждан медицинской помощи утвержден приказом номер 406 Минздрава России от 26 апреля 2012 года. Прописано буквально каждый пункт, что, как должен делать пациент, осуществляя свое право выбора, и какие полномочия закреплены за медицинской организацией. Чтобы сменить медицинскую организацию, устного обращения недостаточно. Нужно будет написать заявление на руководителя медицинской организации. Обязательно в этом заявлении, а ее форма утверждена практически в приказе номер 406 от 26 апреля 2012 года Министерства здравоохранения. Должны быть приведены полные анкетные данные заявителя, номер его полиса, номер паспорта и так далее. И затем пациент, основываясь на нормативных документах, должен изложить свою просьбу, заявление, которое достаточно проста. Прошу принять меня на медицинское обслуживание по программе государственных гарантий в вашу поликлинику. И если пациент уже определился с лечащим врачом, напоминаю, что лечащим врачом для нас является участковый педиатр. И заявление в отношении своего несовершеннолетнего ребенка пишет в данном случае один из родителей. Или терапевт в отношении взрослого контингента. Если человек определился и с поликлиникой, и с лечащим врачом, то он должен в этом же заявлении конкретно указать фамилию лечащего врача. Если у человека нет временной регистрации по территории, прикрепленной к данной поликлинике, если у него нет страхового полиса, если у него нет факта подтверждения работы на данной территории, то главный врач, рассмотрев это заявление и не получив подтверждения фактического проживания и работы, имеет, конечно, право отказать гражданину в прикреплении к данной поликлинике. Как часто пациент может менять медицинские организации, в которых он хочет наблюдаться? Гражданин имеет право выбора медицинской организации не чаще одного раза в год. Исключение составляет только изменение постоянного места жительства. Следующий шаг – выбор лечащего врача. Согласно статье 70 закона об основах охраны здоровья, право выбора лечащего врача в системе обязательного медицинского страхования есть как у пациента, так и у руководителя учреждений здравоохранения. Если назначенный доктор не устраивает гражданина, то он может обратиться к администрации поликлиники и написать заявление о выборе другого лечащего врача. К этим врачам относятся те врачи, которые обслуживают нас по территориальному признаку. Еще раз повторяю, педиатр, терапевт, педиатр участковый, врач общей практики. Что касается врачей. Здесь мы, имея право выбора врача, должны получить и от него его согласие. И если, да, у каждого врача есть определенная нагрузка по обслуживаемому контингенту. Руководитель медицинской организации в течение трех рабочих дней со дня получения заявления должен проинформировать пациента в письменной или устной форме о врачах соответствующей специальности, которые работают в этой поликлинике. Однако врач может отказаться лечить пациента не только из-за большой нагрузки. При выборе медицинской организации, если все наши требования законны, то они должны быть удовлетворены. При выборе врача очень важно, и любой руководитель прежде всего основывается на согласии врача взять на обслуживание данного пациента. То есть, а что за собой влечет согласие? То есть, я как врач могу согласиться, а могу отказаться. То есть, врач имеет право отказаться от обслуживания прикрепленного к нему пациенту, если между ними не сложились партнерские взаимоотношения, доверие и так далее. Распространяется ли право выбора пациентом врача на докторов узкой специализации? Направление к врачу-специалисту осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, педиатра участкового или врача общей практики. Что касается самостоятельного выбора врача узкого специалиста, то оно проводится в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. И если пациент прикреплен на диспансерное обслуживание какому-либо узкому специалисту, то он уже без направления участкового педиатра-терапевта или врача общей практики записывается на прием к данному врачу. Так же, как и при выборе поликлиники, лечащего врача тоже можно менять только один раз в год. Исключение составляет смену постоянного места жительства. И снова нужно будет писать заявление. Реализация любого из наших гражданских прав фиксируется письменным заявлением, обращением. Прийти вот так «хочу туда, хочу сюда» нельзя. Мы должны четко понимать, что только письменное обращение. Другое дело, что мы живем в 21 веке, и пандемия заставила нас уйти в режим онлайн. И сейчас электронные формы заявлений широко приветствуются, распространяются. То есть у каждой медицинской организации есть сайт, есть раздел, в который мы можем зайти и оформить свое письменное заявление на реализацию прав пациентов в электронном виде. В следующих выпусках мы поговорим о праве ознакомления с медицинскими документами и получении их копий и выписок. О том, как отказаться от медицинского вмешательства или получить высокотехнологичное лечение.